так я продолжаю прогуливаться я увижу недостроенный какой-то не то дом не то какой-то центр торговый но судя по балкончиков по балкончикам этот дом ну и что я хочу сказать заглянув туда я вижу внутри него пеноблоки а это значит вообще пеноблочные дома они не рассчитаны на длительный срок эксплуатации это лет 50 70 максимум максимум то есть это вот для меня дома такие строятся ну для людей кому там лет 30-40 даже они не стойкие я не знаю куда-то я иду куда-то я зашла и не могу понять куда же я зашла какой-то дом недостроенный красивый кстати так недостроенный но симпатичный дам что-то развалившиеся ты развалена мусор собаки куда я иду при она вот знаю жесть какая-то я даже не знаю мужчина с девочкой куда-то идут вороны как-то каркают что это такое какая-то аллея наверное что-то темно ну там он фабрика калинина вот и высокая труба я вижу ее высокую трубу фабрики калинина деревья что-то страшно даже для меня что-то я уже как обычно заброшка куда бы я не шла хочу там за деревьями такое вообще даже не представляю дам вороны как тут что-то такое развалившиеся что-то развалилась дом был я так понимаю сгоревший да так снимаю улицы дом снимаю чудо он горел судя по всему а дальше уже дома жилы иду я у меня идет исследование край на александрова это сгоревший дом какой-то опять как обычно я забридаю непонятно куда взять меня тянет как всегда и меня я тоскую поединилась вот опять очередной дом очень старый такой интересный дом 12 жилой судя по цивильным балкончикам и окнам это все живое даже источник не так полят ноги просто ужас мощи тоже зеленые все старые такие деревья все мне надо контейнеры железно не надо выходить в сторону вокзала иначе я просто упаду от усталости и упал у меня паспорт с собой если что на всякий случай а вот вон что там что-то за кустами было заброшенное я это еще не посмотрела еще что-то за забором что это такое ведется набор в детскую хореографию с двух до шести лет поздно мне в детскую хореографию я не попаду уже в детскую хореографию только в пипец могу попасть вот так вот выглядит этот дом с другой стороны кстати красивый дом так конечно старый но красивый сарить эффектная такая была архитектура однако не читав современным коробкам то каменно на дворе там какие-то стоят креслеца столик не так все просто так я еле поднесся я уже узнаю тоже местность а ну это стадион по моему да это детский садик это собачка лает вот в прошлый раз я когда тут бродила мне вот эта часть почему-то меня напугала очень сильно я стал потому что это что-то страшное заброшено ну как позже выяснилось это просто стадион просто такой вот стадион да вот тут частный дом там тоже какой-то частный а там вот этот сгоревший да просто это вот это стадион такой вот что это это делаю круг почета тут да вот стадион он тут даже расписан какими-то зайчиками кошечками и так далее здесь я не знаю а тут нам какие-то гаражи или частные дома тут такой вот дом и такой дом в общем такие тут дома все я наверное тут уже не пройду да я тут не пройду ну да и вот там эти гаражи которые меня напугали все понятно кошки тут ну да это вот те вот гаражи а это дома за гаражами и каштан посреди них все вроде бы я выяснилось вроде бы я выяснил ну что ж мне нужно уже завершать кто-то бежит завершать обход все если дальше я пройду я выйду на дорогу все я уже понимаю куда я вот сейчас иду туда и уже сейчас я выйду к остановкам автобусным и закончу поход по алексу автобусной экскурсии то есть доедут обратно на автобусе не брешь не брешь такие вот дела такие вот дела вот стадион меня напугала птичка большая а у меня начали кушать комары тут прыгает сорока тут вот этот дом старый тут еще дом двухэтажный какие-то конкретные такие заросли тут потом вот так вот вот все вот вот Но люди вернут куда-то в другую сторону. Машины ездят. Какая-то дорога, как будто путь в никуда. Даже сегодня так жарко, как тут могла не высечь грязь. Вообще интересно. В такую жару. Такой лес просто, реально лес. Справа лес, справа слег. Там бужунай раз такой. Такой, хопа, в лесу домик такой. Улица коммунальщиков 3. Вон тропинки какие-то. Стадион. Мужун. Дом находится в лесу. Реальный такой лес. Сосновый. Натуральный сосновый лес. Смотрите, как круто. Не знаю, может это какой-то был пансионат. Я вот оттуда приходила. Когда-то. Вот он. Такой домик в лесу. Лесной дом. Какой-то такой пансионат. Там вот вообще не понятно. Ладно, я вот сейчас. Вот так вот пойду по дороге. Это выглядит жутковато. Справа такой бужениного. И такой дом в лесу. Вообще отпад. Мне нравится. А, кстати, тоже опять же видела, что где-то тут что-то продавалось. Это прям лесной. Тут это даже более лесной, чем семхоз. Это прям лес лесной. Самый натуральный. Сосновый. Кто-то там сидит, отдыхает. Кто-то куда-то ведет дорогу. И вот я сейчас выйду уже от сюда. Вот. Я вышла. Тут дым костров. Высокие сосны. Я тут уже бродила. Там зацветают майские кусты. Помните, я тут уже бродила в прошлом году. Мне очень понравилось. Этот вид. Эти сосны. Эти кусты. Они-то только-только распускались. И еще был виден сквозь кусты тот дом, который не виден сейчас. А сейчас тут поют птицы. Люди отдыхают. Жарят шашлыки. Смотрите, такую панораму сейчас возьму для вас. В общем, я в своих походах какие сосны красивые. Как в хоть кого прям. В общем, с вами Марина Морлок. Вот я иду. Конкретные пусты. Конкретные сосны. Такой, типа, парк в Москве тоже, где Москворечье. Там есть что-то похожее. И тут бревнышки, тут костерки. То есть, тут видно, люди как-то проводят время. Там шашлыки делают и так далее. В общем, вот такое-то. И это город этот. То есть, я сначала думала, когда я первый раз это оказался, я думала, все, тут город закончился. Ничего подобного. Это еще похоже, есть там Вифанские пруды. Вот что-то типа того. В общем, вот этот, да, вот этот тоже район неплохой. Но все это, блин, все это далеко от Москвы. Это единственный недостаток, по-моему, города Александрова. Это его удаленность от Москвы и все. В остальном, конечно, прикольно. Надо представить, сколько ехать. Два с половиной часа. И у меня получилось 200, по-моему, 30 рублей до Буженинова. То есть, до Алекса. Это будет, по-моему, 300, наверное, с хером рублей. То есть, туда-обратно съесть 600 рублей. На работу хер поездишь. Такие вот дела. Такой у меня поход. Сегодня вообще у меня конкретный прям, ой. Вот оттуда я вышла. На закате лес. Вон тут. Вот. И деревца какие. Собственно, вот еще дом панельный. А за ним кирпичный. Вот. Так вот. Тут проходят линии электропроводов. Но все. Я сейчас, наверное, перейду ручей и пойду на остановку. Иначе мои ноги не выдержат. Подкосятся и я упаду. А сегодня самый бродильный день. Бродильнее всего. Там запад. Соответственно, там восток. Примерно. Я уже ориентируюсь. Купила красивую себе сережку для пирсинга. Но покажу вам. Потом в этом доме тоже продают квартиру. Но что-то линия электропередач близко проходящая. И какая-то круто раскинувшаяся стройка меня что-то не вдохновляет. Там места тут для строительства. Блин, были бы хорошие. Если бы не удаленность этого города. Там дальше какие-то трубы далекие. Все. Мне осталось посетить выставку минералов. И музей рукотворного камня. Ой, пол сосны. Смотрите, пол сосны живые. Сосна наполовину живая. Наполовину мертвая. Какое дерево. Ровно пополам. А вот эта сосна засохла. Я хочу коснуться этой сосны с ее живой стороны. Смотрите, тут что-то странное. Тут деревья. Вот эта сосна вообще мертвая. А вот эта наполовину живая. Наполовину мертвая. Рябина. А тут сосна. Но тут сосна вроде нормальная. И прям ровно наполовину живая. Наполовину мертвая сосна. Сейчас я ее потрогаю с ее живой стороны. Сосна тут живая. А там мертвая. А там мертвая. Прям как жизнь. Сегодня жив, а завтра нет. Крапива жалит меня. Пойду я. Все. Да. Как интересно. А, тут видимо кто-то сжег костер. Видимо и сжег половину дерева. И половина дерева стала мертвая. А половина все еще живет. Аккуратнее жгите костры. Сосна растут много лет. Много десятков лет. Еще надо поэкономнее относиться к ресурсам. Все. Наконец-то жара схлынула. И стала более-менее приемлемая температура. Наконец-то температура стала приемлемая. Ну, поздняк. Мне пора уже домой. Не брать就 аady. Мой. Еще сильнейшее levеньем ее auntyMontech. А так грустно он получится и оз实ック здесь. кавантов, а уушников Евгвинска, каванту может AAA. Аккуратный кан Armenian.